уважаемые господа мы начинаем новый цикл фотографических развлечений сюжетом главным в котором будет рассказ о совершенно оригинальном аппарате хасильблат несколько лет назад я тестировал такую камеру который было около 60 мегапикселей надо мне очень понравилось из ролика записывать не стал ну вот сейчас совершенно новые камеры нового поколения и хотя у них всего 50 мегапикселей у них есть свои достоинства но и свои недостатки мы начинаем наш рассказ с фото на кутузовском магазине где мне дают эту камеру попользоваться за что очень благодарен и я попробую оправдать оказаны мне высокое доверие то есть снять ролик из которых был понятно как простому человеку который с ней звезд с неба не хватает но хочет получить хорошие картинки можно использовать эту камеру надеюсь что вам будет это интересно здравствуйте уважаемые господа как всегда получив в руки камеру какой бы знаменитый известная она не было в данном случае это хасильблат x1 d2 50 мегапиксельные камеры я сразу же начинаю недоверчиво проверять эти камеры на разрешение цветопередачу как совсем простым способом вам хорошо известным я снимаю свою миру где есть черные красные синие желтые голубые фиолетовые миры с разной плотностью от 100 процентов до 25 проверяю что получилось после этого можно будет переходить и съемкам на планере что же оказалось эта камера снабженная стандартным объективом 65 миллиметров диафрагмы 28 и в центре кадра и по краю показал очень хорошие характеристики то есть оптика приличная в сочетании объектив матрица дает очень хороший результат а то какие именно вы видите сейчас на экране при при низко контрастной мире то есть 25 процентов она дала от 67 до 60 пар линий на миллиметр ну понятно что самые низкие показатели как всегда оптика дает фотографическое именно в желтом и в голубом диапазоне но это вечная болезнь готова оптиков так сказать наследуется начиная с конца 19 века ничего не сделаешь чуть-чуть там пара показатели пониже но тем не менее не очень высоки 60 пар линий на метр это более чем достаточно то есть совершенно ясно что эта матрица очень хорошо работает по разрешению поскольку всего на 10 пар линий отличается от камеры 100 мегапикселей что прекрасный показатель конечно но самое главное что она очень точно передает цвета мира то есть вот цветопередача здесь указывает на то что можно ожидать всяких неожиданностей и интересностей так что посмотрев на мир и перейдем уже к съемке на планере для того чтобы оценить ее как резкостные качества так и способность цветопередачи надеюсь что вам понравится уважаемые господа я продолжаю тестирование камеры хасельблат x1 d2 совершенно изумительном месте эта речка протекающая недалеко от города киржач где я собственно говоря упражняюсь с этим изумительным изделием надеюсь что вам понравится результат этой съемки тем более что здесь есть и замороженная река и красивые деревья и подсохшая трава может быть не слишком колористически насыщена но достаточно для умного фотографа чтобы оценить достоинство этого изделия посмотрим на результат а а а Уважаемые господа, я стою в пойме речки Ширна. Очень красивое, хорошее место, приятное для съемки. Достаточно пространства, чтобы отойти от таких вычурных деревьев. Красивые склоны, холмики. Все это позволяет проявить лучшие качества высокоразрешающих камер с большими матрицами. Там, где нужны веточки, шишечки, там, где нужны мелкие детали, так любимые фотографами в ландшафтах. Собственно говоря, для этого места и выбрано. Я и буду снимать эти всякие красоты для тестирования камеры Hasselblad X1-D2. Посмотрим, что из этого выйдет уже на финальных фотографических файлах. Итак, уважаемые господа, вы увидели, что может эта камера в очень плохом освещении. На берегу реки Шерна. В двух зонах я там проводил съемку. Там, где крупные деревья, и там, где непосредственно вода. Ну, что можно сказать? Цвет она передает очень хорошо. Сверхточная передача света даже при очень бедном освещении. Очень качественно. Как вы видели, лед замерзший передается очень хорошо. Шишечки, веточки. Интересная размывка заднего фона. Конечно, боке или туше у этой камеры очень хорошие. То есть, я считаю, что один из лучших. Интересно глянуть и традиционный сюжет, который я очень люблю и который часто использую. Но, так сказать, в несколько отягощенном виде. То есть, перед самым заходом солнца. Это район Дубный. Вот, посмотрите, что там получается. Уважаемые господа, я опять нахожусь на берегу речки Дубна. В очень красивом месте. И на этот раз я тестирую камеру Хасельблат Х1Д2. Солнце сейчас еще несколько минут исчезнет за горизонтом. Поэтому, вот, в лучах заходящего солнца я снимаю этот ролик. И заодно испытываю эту камеру. Посмотрим, насколько хороша она при работе в режимные часы, с плохим освещением, с невысоким контрастом. То есть, ну, не самое лучшее условие для демонстрации достоинств камер. Тем не менее, все-таки в таком освещении фотографы и любители тоже снимают. И нам будет интересно посмотреть ее возможности и особенно цветовые характеристики. Ну, речкой Дубной не исчерпываются мои занятия и мои интересы. Конечно, такая камера, особенно с явными признаками колористической насыщенности, то есть матрица явно выигрышно смотрится, должна быть проверена в каком-то более таком сочном варианте съемки объектов. И поскольку сейчас совершеннейшая ужасная погода, конец декабря, мне пришлось посетить достаточно интересное место, которое само себе, по себе представляет огромный интерес. Что ж это за место? Это место, где делают вот такие замечательные игрушечки. То есть, Богородское. То самое Богородское, где сохранились русские традиции резьбы по дереву. Ну, и там много всяких веселеньких игрушечек делается. Ну, например, вот таких. То есть, дело в том, что это хорошее такое место, а цвета, раскраски вот этих самых многих изделий носят лубочный такой характер. Очень яркий, сочный. С одной стороны. А с другой стороны есть чистое дерево, липа. Слегка затонированное или естественного цвета. То есть, в этих условиях камера как раз может проявить свои лучшие качества. Ну, вот посмотрите, что получилось у меня при съемке в музее села Богородское. Мне кажется, это не безинтересно. Уважаемые господа, я начинаю исследование современной фотокамеры Хасельблат Х1Д2 в таком прекрасном месте, как Богородское. Это место, где сосредоточенная культура русской резьбы по дереву, по липе. Уникальное место, наполненное уникальными мастерами, которые поддерживают ту самую драгоценную российскую культуру, которая создает основу нашего менталитета. Вот в этом месте я и буду проверять камеру. Музей здесь есть замечательный. Сами мастера, резчики чудесные. Много всякого интересного. То, что можно снять и на улице парковая скульптура, и внутри. Музей. 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 Как вы видите, в условиях села Богородского, в музее, я сделал прекрасные колористические снимки камеры Хасельблата. Там же видно и возможности этой камеры по разрешению на несколько увеличенных картинках. Но этим не исчерпывается, собственно говоря, моя работа. И хотелось бы еще посмотреть, несмотря на слабость освещения, какие-нибудь изображения более-менее приличные, связанные с архитектурой. Поскольку многие любители широко используют такие камеры для съемки архитектуры. Я для этого съездил в город Александров. Там есть замечательный монастырь, в котором, собственно говоря, я провел несколько минут времени, сняв несколько сюжетов, чтобы вы получили представление о том, как эта камера работает в таких условиях. На воздухе, на планере, при съемке архитектуры. Посмотрите несколько кадров. Они, мне кажется, достаточно информативны для того, чтобы составить себе представление о работе этого изделия. Уважаемые господа, я нахожусь в городе Александрове, где продолжаю испытывать камеру Хасиблат Х1Д2. Посмотрим, как он работает в условиях антропогенного ландшафта. Антропогенный ландшафт крайне интересный, поскольку это монастырь, хорошо сохранившийся, очень ухоженный. И дающий возможность реализоваться любому фотографу. Советую посетить это место и получить удовольствие как от съемки, так и от открывшихся красот. Ну а результаты работы Хасиблада мы посмотрим уже на фотографических файлах. Ну и последний сюжет для тех, кто любит снимать закаты. Это я обязательно делаю для того, чтобы было видно, собственно, как камера работает в режимные часы, когда уже света почти нет. Вот таким закатиком я заканчиваю свой рассказ о этой камере и подвожу некоторый итог. Что же за камера? Камера действительно очень неплоха, хотя ее разрешение чуть-чуть пониже. А по цветопередаче, как вы видели во время съемки в Богородском, она вообще дает выдающиеся результаты. То есть по цвету, конечно, это одна из лучших современных камер. Разрешение несколько ниже, чем у выдающихся образцов 100-мегапиксельных. Ну вы видели сами 67-65 пар линий на миллиметр против почти 80 у 100-мегапиксельных моделей. Но это небольшой недостаток. Собственно, несущественные различия, которыми можно вполне смириться, учитывая ее цену. Она все-таки существенно дешевле, намного легче и, с моей точки зрения, весьма удобная в работе. Но это только первый объектив, который мы с вами оттестировали. Вполне возможно, что с другими объективами камера будет работать еще интереснее. А пока вы видите, это безупречная цветопередача, очень хорошая резкость, медленноватый автофокус, несколько медленноватые включения, но с этим совсем можно мириться. Это камера для настоящих сиборитов, людей, которые хотят получать удовольствие, а не только деньги зарабатывать с помощью этой техники. То есть это камера для настоящих ценителей художественных удовольствий, у которой могут, конечно, себе ее позволить. На этом я прощаюсь с вами. До следующих встреч в следующем фильме, в котором я буду тестировать эту камеру уже с другими объективами и в других условиях. До свидания, господа. Субтитры создавал DimaTorzok